Хамзат Чимаев сообщил, что теперь он представляет клуб Ахмат. А также стало известно, что Хамзату Чимаеву грозит штраф и суд. Шавкат Рахмонов официально проведет свой следующий бой против Стимина Томпсона. Али Абдул-Азиз жестко ответил Колби Ковингтону. Ну а Колби Ковингтон жестко проехался по Чимаеву. Обо всем этом сегодня в выпуске. Не забудьте поддержать видео лайками и комментариями. Всем приятного просмотра, мы начинаем. После двух побед над Камар Усманом Леону Эдвардсу, не стоит рассчитывать на то, что бой с Колби Ковингтоном будет для него легкой прогулкой. Так считает Кармье, и он сказал следующее. Усовершенствования Леона Эдвардса были настолько радикальными и значительными, что сейчас трудно представить себе время. Когда его раз за разом переводили, он не мог вставать. И его прыжок между первым боем с Усманом и вторым был действительно очень впечатляющим. Но я бы хотел сказать по этому поводу следующее. Конечно же, одно дело драться с борцом. И другое дело драться с таким парнем, как Колби. Потому что Колби Ковингтон любите вы его или ненавидите. Но вы должны уважать тот факт, что он потрясающий спортсмен. Он является одним из самых трудолюбивых парней, которых я вообще когда встречал. Он конечно же не самый быстрый, а также он не самый большой и не самый сильный. Но мы же говорим о парне, который является многократным национальным чемпионом. И он тот, кто дрался за титул два раза. И сейчас он готов сделать это в третий раз. А также мы и не забудем, что он был временным чемпионом. Поэтому я советую Леону Эдвардсу отнестись к этому противостоянию с максимальной серьезностью, сказал Кормье. А как думаете вы, друзья, кто сможет победить в этом противостоянии? Буду ждать ваше мнение и прогнозы в комментариях, а мы идем дальше. Дейна Уайт неожиданно для всех официально объявил, что следующим соперником Шавката Рахмонова станет Стивен Томпсон. Вандербой возвращается после победы техническим нокаутом над Кевином Холландом. А у Шавката Рахмонова 17-0. И у этого парня 100% финиши. Сейчас мы продолжаем работать над кардом. И это же будет один из лучших турниров этого года. Увидимся на боях, сказал Дейна. Конечно же турнир обещает быть интересным. Ибо там состоятся такие противостояния. Леон Эдвардс против Колби Ковингтона. Бэдди Пимблетт против Тони Фергюсона. И еще и Шавкат Рахмонов против Стивена Томпсона. А как думаете вы, сможет ли Шавкат Рахмонов победить в таком бою? И какие ваши прогнозы на такое противостояние? Колби Ковингтон жестко высказался о предстоящем поединке Чимаева и Косты. И конечно же он не упустил возможности высказаться в адрес Хамзата и сказал следующее. Конечно Хамзат Чимаев теперь не в моем дивизионе. Потому что эта собачья морда обосралась от страха и сбежала. В UFC пытались организовать наш бой полгода. А этот же парень просто не является профессионалом. Он провалил взвешивание на 4 килограмма. И ладно бы если он это сделал в нашем бою. Так нет же он это сделал против слабенького Нейта Диеза. И я бы просто взял и размазал этого ублюдка и он знает об этом. И конечно же он сбежал из моего дивизиона. В более легкий дивизион для себя. Средний вес это сборище парней у которых 2 левых ноги. И они совершенно не атлетичные. Возможно они бьют сильнее, но они медленно двигаются. А что касается его боя против Косты. Я просто даже не знаю. Чего там вообще можно ожидать сказал Колби. А так же Колби Ковингтон признался, что он вовсе ненавидит Шона Стрикланда. И сказал следующее. Я считаю Шона потрясающе отвратительным персонажем. У которого очень низкий уровень IQ. Потому что этот парень совершенно безмозглый. И он постоянно говорит просто мерзкие вещи. И я даже не могу найти с ним ничего общего. И я считаю Шона идиотом и крайне слабым бойцом. А что касаемо его победы. То в этом просто вся прелесть UFC. Вероятнее всего Десанге просто надеялся легко расправиться с Шоном. И ему не хватило мотивации, которая у него сполна. Но теперь у многих появился шанс. Потому что Шон это самый простой парень за долгое время. И каждому парню будет проще победить его. Даже я могу подняться туда и надрать ему задницу сказал Колби. В свою же очередь менеджер Али Абдельазиз жестко ответил Колби Ковингтону. Который совсем недавно высказался в адрес Махачева и Хабиба. И ко всему этому упомянув отца Хабиба. Продолжай говорить про Хабиба и Махачева. Но если ты будешь упоминать отца Хабиба. То уже в следующий раз ты будешь звонить копам. И ты просто-напросто попадешь в больницу. Просто следи за своим языком. Когда ты говоришь о семьях других людей сказал Али Абдельазиз. Хамзат Чимаев поделился новостью у себя в социальных сетях. О том, что теперь он представляет клуб Ахмат. И я представляю свою команду Ахмат ММА лучшую в мире. И я хочу сказать им огромное спасибо за поддержку написал Чимаев. Ну а после того как появилась информация. Что Чимаев больше не представляет Швецию. Ему грозит суд и штраф от правительства Швеции. За решение выступать под флагом УАЭ. Как сообщается в данный момент. Все это связано с тем, что Чимаев долгое время пользовался льготами. А также пособиями и брал материальную помощь. На подготовку и полноценный лагерь к своим боям. И правительство Швеции считает этот поступок неуважительным. И как сообщается, они собираются предпринять все меры. Чтобы Хамзат изменил свое решение. А что вы думаете о таком заявлении в адрес Хамзата Чимаева? Буду ждать вас в комментариях.